1 января 2020 года город Ульяновск переходит в ценовую зону теплоснабжения или на так называемый метод альтернативной котельной. Эта новость вызвала много слухов и домыслов среди населения нашего региона. Ульяновск стал первым городом в европейской части России, который должен перейти в ценовую зону теплоснабжения. После модернизации системы теплоснабжения будут решены вопросы недотопов, перетопов, несвоевременного пуска тепла и долгих летних гидроиспытаний. 2 октября в законодательном собрании Ульяновской области состоялось совещание профильного комитета о переходе города Ульяновска в ценовую зону теплоснабжения. Об особенностях перехода на метод альтернативной котельной рассказал директор филиала Ульяновский ПАО Т+. Что мы должны достичь по результатам 10-летнего периода перехода в альтернативную котельную? Это снижение потерь. На сегодняшний день потери в районе 20% в тепловых сетях. Действительно, достаточно большой уровень аварийности в сетях, и он где-то в районе 0,67 на 1 км трубопровода, то в рамках тех мероприятий, которые будут проведены на теплостевом имуществе, он сократится практически вдвое. Безусловно, это одна из важнейших задач – это переход на закрытую схему горячего водоснабжения. Жители Ульяновской области волнуют вопрос тарифов на тепло после перехода на альтернативную котельную. Слухи и домыслы развеял директор департамента по регулированию цен и тарифов Сергей Цыпровский. Он рассказал, что повышение цены коснется не всех, а там, где коснется, будет происходить не выше уровня инфляции. Город Ульянов у нас переходит к ценовой зоне теплоснабжения. Это означает, что в данной зоне теплоснабжения никаких тарифов больше не существует. Будет тариф предельный, рассчитанный по методу альтернативной котельной, выше которой цена у любого теплоисточника, быть априори не может. Но единственное, что точно не произойдет, это совокупный платеж гражданина не будет выше утвержденного постановлением правительства. За это отвечает наш орган государственной власти, и мы это будем четко оценивать. Член общественной палаты Ульяновской области Руслан Хайров рассказал, что переход на альтернативную котельную – безусловное благо для жителей Ульяновской области. После реформы нас ждет справедливое ценообразование. Во всех домах будет одна цена на тепло, а не разные, как сейчас. Данная реформа направлена как раз-таки на восторжествование справедливости, в данном случае при тарифном регулировании, так как долгое время мы видели разницу между тарифами в рамках одного города даже, разницу между тарифами на тепло, то есть на гигакалорию, между домами, которые находятся по соседству. Это в принципе несправедливым было явлением. Сейчас мы видим реально прозрачную систему расчета по так называемому методу альтернативной котельной. Председатель комитета законодательного собрания Ульяновской области по жилищной политике и коммунальному хозяйству Андрей Седов подвел итоги совещания. Он подчеркнул, что весь процесс проходит и будет проходить под пристальным депутатским и общественным контролем. Хочу сразу сказать, что этот вопрос нас как волновал, так и волнует. В дальнейшем мы продолжим его контролировать, дальше обсуждать на базе нашего комитета. Более того, следующее заседание, одно из следующих заседаний будущего заседания комитета, этот вопрос в повестку дня обязательно вставим. Для того, чтобы проанализировав ту информацию, которую мы сегодня получили и те слова, которые были сказаны, через какой-то промежуток времени, я больше чем уверен, появятся какие-то новые обстоятельства, новые слова. Для того, чтобы этот процесс держать под контролем в дальнейшем, мы обязательно будем продолжать обсуждать эту тему. Ну и самое главное, что я хотел сказать, это то, что наконец-то пошел открытый разговор между всеми участниками данного совещания. И общественность, и депутатский корпус, и представители муниципалитета, и представители Т-плюс. Я считаю, что это самое главное. В споре она всегда рождается истинно. И вот в этом я и вижу самые главные итоги нашего совещания. Итак, побывав на совещании, нам удалось выяснить, что после перехода на альтернативную котельную ульяновцев ждет целый ряд преимуществ. Во-первых, теплопотери снизятся, а качество теплоснабжения улучшится. На гидравлические испытания потребуется всего 3-5 дней, а значит, не придется долго ждать горячей воды. Кроме того, максимальная цена на гигакалорию будет зафиксирована на целых 10 лет. Продолжение следует...